Руины синагоги, старейший католический храм, еврейское кладбище и панская краница, а еще артисты театра и симфонический оркестр – вот так создается ролик о Рашкове. В его основе легенда о Руксандии Тимуше. Народ села Рашкова, собирайтесь на площадь для проповеди! Любовь, смерть, печаль и воспоминания – здесь все. Руксанда – дочь местного господаря. Ее муж Тимуш, сын Богдана Хмельницкого, погибает в военном походе. Ей Богдан Хмельницкий дарит ключи от Рашкова, то есть, собственно, подарил ей село, откуда она и была, самородом. И вернул ее обратно на 13 лет. Там она все эти 13 лет скучала, грустила, прям очень печалилась, любила своего мужа Тимуша и говорят по легенде, что то место, где она особо усиленно плакала, стал бить родник, который потом назвали панской краницей. Роль 18-летней девушки играет Анастасия Герасимова. Ее партнер – Александр Бондаренко. Все костюмы соответствуют 17 веку. Это такая очень знакомая история для женщин. Она о любви. И, естественно, мне, как актрисе, удалось это перенести на себе и воплотить в жизнь. Это очень красивая история на самом-то деле. Это печально. Это нельзя пропустить мимо ушей. Те обстоятельства, в которых мы снимали, та атмосфера, прекрасное село Рашково – это вообще удивительное место. Это основная задача – быть актером, быть собой и работать. Один кадр мы снимали, он родился прямо во время съемок, и кадр мы снимали прямо в церкви. И вот отец Дмитрий, сам настоятель этой церкви, проявил полнейшее участие в съемках, и, в общем-то, был готов идти на все, и помогал, подсказывал. В общем-то, и саму церковь нам открыла. Было невероятно приятно, поэтому хочется ему, выразить отдельную благодарность. За музыкальное сопровождение отвечает симфонический оркестр. Во время съемок в Рашкове звучит «Павана» – произведение французского композитора Габриэля Форре. «Флейта», «Гобой», «Кларнет» и «Фагот» – невероятно красивое сочетание. Именно это произведение соответствует тому месту, где мы делали съемки. Когда сейчас заходишь в старый какой-то храм, ощущаешь прохладу от этих старых камней, от старых стен, а стены, которые там были, голые такие вот проемы, и особенно, особенно ощущаешь эту прохладу, может быть, какое-то веяние, какой-то мудрости из тех веков. «Павана» – торжественный медленный танец. Пафос и горделивость в мелодии сочетаются с лирикой. Исполнение в авторской оркестровке. Здесь выражены огромные чувства. И тот, который слышит эти чувства в этой музыке, конечно же, он уже богаче другого, тот, который видит только пафос, допустим, и такую горделивую, что я сказал. Конечно же, здесь чувство нет откровенности, как, знаете, современные понимают. Это чувство очень спрятано глубоко. В этой паване, конечно, разошифрована высочайшая любовь. Это притягивает любое ухо, сразу притягивает и не отпускает его. История не оставит равнодушным никого. Это не легенда, это исторический факт. Единственное, чем отличие у нас, нашей истории от них, то, что нас с Тимоша закалывают шпагой, а там его ранило куском ядра, и там медицина была не на уровне, поэтому все закончилось очень печально для Тимоша, и для Руксанды тоже. Ну и в конце Руксанды после 13 лет такой ссылки в Рашков ее тоже как бы убили на ступенях ее дома. То есть мы это не трогали. Легенда о Рашкове скоро в эфире первого и во всех соцсетях. Яркие осенние пейзажи, достопримечательности, села и особая таинственность не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова